Сегодня одновленный рух транспорта по мосту Праспрыпять, по Межжитковичам и Туровам. В урочистой церемонии открытия реконструированного объекта принял удел президент Беларуси Александр Лукашенко. История ударной будовли у материала Олега Синцерова. Проблема с так званым Турусским мостом возникла на початку с нижнего минулого года. Коли на 190-метровом монолитном пролете начали расколену. По вынику, с початку спынили рух автомобильного транспорта, потом и пешеходов. Специалисты назвали некольких причин. Мост будовался по экспериментальной технологии, которая оказалась не вельми удалой. До того, новое пролетное сбудование в четыре раза легче. Сирот инших плюсов вельми степлый термин будовничьих работ у сего ковя полгода и значная экономия бюджетных сродков. Финансование будовництва моста Праспрыпять велось из трех крыльниц. 3 миллиона сродки державной инвест-программы, 3,5 миллиона заробили на Республиканском субботнику, а 44 миллиона стал кредит Банка развития. Минавито такая сумма продаглевлялась архитектурным проектом. Правда, и тут будовники сдолили вызначество злепшого боку, и они сэкономили 15 миллионов. У вынику реконструкция моста обошлась у 35 миллионов белорусских рублев. Расшение реконструкции моста Праспрыпять, как и право отделения необходных сродков, принималось и президентом Беларуси Александр Лукашенко увогули трамал год работ на особистом контроле. Подчас взрыва неоткрытия, керавник державы кажет, что не просто задача, выканана поспехово. При этом работники дорожно-будовничьей сферы не только вырошили складанные пытания и достигнули поставленных метов, а и трамали корыстный опыт. Люди живут везде, не только на трассах республиканского значения. Есть и местные, там живут люди, и некоторые местные. Нам дороги и мосты не менее важны, чем республиканского значения международного. Поэтому в первом квартале будущего года, у меня будут на столе результаты всех исследований, мы примем окончательное решение в целом. Сегодня мы договорились о том, что 3-10 мостов мы немедленно с завтрашнего дня включаемся в работу, создаем коллективы и начинаем ремонтировать и модернизировать, где-то менять дополнение к тем 20 мостам, по которым сегодня в стране идут работы. Представляете, 25 где-то мостов в течение года мы будем на них работать. В принципе, средства мы на это найдем. Отсутность инших автомобильных и пешеходных шляхов Прас-Припидь оказала негативный уплыв на ситуацию в регионе. Причем не только в экономике. Туровщина – еще и популярный туристичный регион. Инший раз, для того, как в трапе сюда житкевичу, необходимо было ехать в объезд Прас-Мазыр. Это додатковые 300 километров. Будовнество понтонного моста проблему полностью не выросло. В зимовый и весновый час эта переправа в уголь практически не працевала. 6-я листопада стала опошнью в нем и ее работы. Уже на этом тыдне пошнется демонтаж понтонного моста. Теперь трапить житкевичу у Турова и далее на Брещину можно будет по стационарным реконструированным мостам. Провели испытания специализированной организации. Нагрузки составляют больше 90% максимальной. Не та, которая будет ходить по мосту, а максимальной в расчете. То есть это даже выше того, что предполагается на мосту. Все показало, как положено, практически копейка в копейку. Ничего не превысило прогнозируемых значений. Поэтому, конечно, такие конструкции, по крайней мере, вот эта металлическая часть 192,4, она должна служить, как генеральный директор Гомель Автодора сказал, не менее стали. Олег Чентюров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель», Житковский район.